Тягом одного дня Гродзенец продемонстровал два тыпы ваджения. Первый, когда мужчина приезжает домой, не выкликая наракания. Другие, ближе до полночи, больше нагадывая автобойку. На желтый Ситроен, который сначала псует легковик, потом, драпая еще несколько машин, завернули увагу соседей, выпадковые светки ночного триалу. Около 11 часов ночи в дежурную часть ГИ поступило несколько сообщений о том, что на улице Южная неизвестным водителям было повреждено несколько автомобилей. Toyota, два Volkswagen, Ford, Mercedes и Skoda. А вот сам автомобиль Ситроен с водителем был найден недалеко от места совершения ДТП, а именно в поле. Медицинское свидетельствование показало количество алкоголя в организме водителя 4 промилле. В протоколе опроса мужчина указал, что накануне выпивал спиртные напитки, а именно 0,7 литра водки, после чего решил перегнать свой автомобиль в другое место. Но без последствий сделать это не удалось. Выпил «Стань пешеходом». Про эту истину, на жаль, забыл и керолца Кия, по вине якого отбылось тройное ДТЗ на Былка у Гродня. После удару корейца выкинула на сустрешную полосу и перекулила на дах. У инших ауто никто не потерпел. Ни свярозый лихач отрымал тяжкие травмы. Помеж гэтыми ДТЗ розница три дни. Что еще раз показало, пьяная язда застается головной причиной усих аварий. За минувший год сотрудниками ГАИ было задержано 1890 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. За такие же действия, совершенные повторно в течение года, но уже к уголовной ответственности было привлечено 89 таких водителей. А вот в ДТП попало за указанный период 33 водителя, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Частяком выявлять керолцу под шофе инспекторам допомогают небояковые громадяне. Рост в колькости пьяных ДТЗ и той факт, что по вине таких водителев гинуть люди, выкликая только негатив. Я не приеду для того, что водители в нетрезвом виде управляют транспортным средством. Это надо пресекать. Более ужесточать это и контролировать. Достали машину человека. Он машину кинул и ушел. Пока ГАИ приехал, ГАИ сказал, что ничего сделать не можем. Он вернулся домой, он сейчас может сказать, что выпил дома. То есть нужно было держать его в машине, и по приезду ГАИ бы разбиралось. Это же смертники, можно сказать, грубо говоря. Я 44 года проработал, и это же ни в какие рамки не вписывается. Ну а что ездят, то ездят очень много. И надо ужесточить эти меры. Штраф от 5,10 до 100 базовых величин и позбавление водительских правов на 3 годы. За полторное порушение – криминальная отказность. Покарание, установленное за пьяную езду и передачу авто не сверозом у Кировцы, на жаль, покуль не у всех спыняет. Принамсе у Беларуси разглядается максимальность у смоцнения отказности для водителей под градусом. И леташняя лишьба – 20 тысяч пьяных, затриманы на дорогах Беларуси, дадая еще большей актуальности принятию такого решения. Субтитры создавал DimaTorzok